Как научиться распознавать знаки Вселенной? Для этого надо общаться со Вселенной. Вот знаки Вселенной, что такое знаки Вселенной? Это жизнь Вселенной. Вот допустим, солнце восходит, все живые существа просыпаются рано утром, утреннее время. Поэтому человек должен вставать рано утром, если он спит до 7-8 утра, что происходит? Его волевые функции снижаются, он перекрывается от того, что Солнце восходит, тонкая энергия Солнца, накапливается у него склонность к воспалительным заболеваниям, наступает депрессивность, развивается характер, портится и так далее. Солнце это знак Вселенной, вот он знак Вселенной. Рано утром надо вставать пораньше. Луна восходит, она дает человеку успокоение, покоя. Ну, нужно спать, ложиться под светом Луны. Значит, надо ложиться спать там в 10 часов вечера. Самый крайний случай, не позже. Ну, за исключением лекции. Вот, другими словами, идея в чем заключается? В том, от каких знаков вы Вселенной говорите, о чем вы говорите. То есть, есть разные знаки Вселенной. Есть информация, которая вообще не для всех людей. Например, вот эта вот песня, да, про черного кота. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Пока наоборот, только черному коту и не везет. Понимаете? Если ты в молитве находишься, это же живешь в благости, тогда эти знаки имеют место быть. Если ты находишься в страсти, ты начинаешь бояться этих знаков. И просто в них не веришь. Только черному коту и не везет. Вот. А если ты живешь в невежестве, тебе только дай эту информацию о черном коте. Ты везде этих черных котов начнешь видеть. Потому что люди в невежестве находятся в страхе. Если им сказать, допустим, симптомы, когда плохая судьба может прийти в жизнь, как это проявляется. Эти симптомы существуют. Но если я сейчас вам об этом скажу, вы не будете их правильно воспринимать. Потому что правильно воспринимать симптомы может только человек, который находится в максимальном позитиве. Он вообще считает, что у него все в жизни будет хорошо. И вдруг, бац, эти симптомы появляются. На фоне сильного счастья. Понимаете? Симптомы. Он думает, ну не может быть. Еще раз посмотрел, подумал, проверил. Есть симптомы. И он начинает молитву и побеждает судьбу плохую. Эти симптомы побеждают молитвы. Теперь человек, который находится в невежестве, никаких симптомов нет. Он ходит просто ворон ищет. Где вороны? О! Вон ворона. Все. Неплохая судьба. Надо ворону найти просто. Понимаете? Вот в чем вопрос. А ворону найти не сложно. Или черную кошку на улице. Это означает уже неправильное мышление. Человек ищет себе проблемы. Он думает. Как есть такая, как бы, я в медицинском институте, когда учился, сифилис изучаем, все сифилисом болеют. Там, в шее изучаем, все чешутся ходят. Ну, то есть, постоянно вот это означает мнительность. То есть, это означает, что человек не достоин этой информации о симптомах, которые исходят от Вселенной. Об этих вот признаках, знаках различных. Понимаете, да? А знаки есть такие, несомненно. Ну, вы сначала научитесь работать над собой. Тогда эти знаки потом можно будет распознавать. Но сейчас, когда страх переполняет жизнь, психику, зачем об этих знаках знать? Это вам поможет? Вы сможете реально победить свою судьбу, если вы попадете в состояние страха из-за того, что вы увидели какой-то знак, и вам еще хуже от этого только будет. По этой причине люди не знают свое будущего, потому что это дополнительный источник страха. Я был у одного астролога, он мне рассказал все прошлое, вот как один в один. Ну, это необычный астролог. Это очень воздушный человек. Он в молитве живет постоянно. И потом, когда я спросил про будущее, он мне сказал всего две вещи, которые я должен следовать, и все в жизни. Он мне не сказал про будущее, просто две вещи, которым я должен следовать. Я его спросил о будущем, он говорит, а тебе нельзя это знать, ты не готов. Представьте, я молюсь там по два часа от времени, я не готов. Но насколько те готовы, которые просто живут, они узнают что-то хорошее, и все, они из этого раздуют мыльный пузырь, и вообще их расслабиться не будут, ничего делать. Узнают что-то плохое из этого, тоже мыльный пузырь раздует, депресняк войдут. Так зачем человеку тогда это все знать? Как распознавать знаки Вселенной? Вы лучше научитесь молить, а знаки Вселенной будут приходить в сердце вам в результате этой молитвы на сто процентов. Когда человек молиться начинает, вот обычный человек живет, у него сердце закрыто, как в скорлупе находится. В Владивостоке не повторяю, я желаю всем счастья, и одна женщина говорит, у меня легеночная так, сердце распоснулось, я почувствовал у всех своих родственников, почувствовал, что всем помогает. Так у нас они у всех в скорлупе, сердце закрыто у всех, мы никого не чувствуем. Мы не чувствуем близких людей, никого не понимаем, не чувствуем. Почему? Энергии не хватает, не хватает силы у человека, не хватает энергии счастья, чтобы кого-то почувствовать. Потому что чувствовать нужно же силой быть. Счастья достаточно в сердце на время. У нас нет. Но если человек начинает молиться, у него сначала сердце открывается на родственников, он начинает их чувствовать, понимать, что с ним происходит. А потом, несомненно, у него сердце откроется на весь этот мир. Он начнет чувствовать свою страну, в каком состоянии она находится, начнет чувствовать людей, землю. Все начнет чувствовать. Все зависит от силы человеческой. Ну а если, допустим, вам что-то сказать, и вы не чувствуете, какой смысл об этом говорить? Все равно вы не сможете это понять. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Как научиться понимать уроки, которые несут различные сложные жизненные ситуации? Как понять, на что они мне указывают? Объясняю. Вы садитесь к рану утра, включаете голос возвышенного человека, начинаете молиться вместе с ним, его настроение, его ритм, его понимание вещей. Постепенно в результате этой молитвы вы начинаете чувствовать его силу. Эта сила проходит в сердце, постепенно вы начинаете вдохновляться этой силой, чувствуете, что вам нравится эта молитва, чувствуете, что все классно. И в этот момент, когда вы начинаете вдохновляться молитвой, вы почувствуете спокойствие вот здесь в сердце. Это означает, что вы нейтрализовали свою плохую судьбу вот здесь, на уровне своего сердца. Но это только начало. Потом дальше, когда человек не реализовал плохую судьбу, он немножко еще молится, 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 и дальше скрываются проблемы, объем работы. Вот ты пока на кухню не заглядывал, ты не знаешь, сколько там грязи. Запах только оттуда доносится определенный. Думаешь, ну, все нормально. Вот. Понимаете, для того, чтобы узнать проблемы, нужно открыть дверь на кухне. Точно так же открывается дверь сердца. Сначала спокойствие, потом сердце раз открывается, и ты начинаешь чувствовать, насколько трудны твои отношения с близкими людьми и так далее, какая у тебя жизнь сейчас. То есть свою жизнь понять можно тогда, когда ты начал заниматься вот этим внутренним процессом. Значит, вот в молитве находится 25-30 минут молитвы, и он начинает чувствовать свою судьбу человек уже. А это означает объем работы? Сначала он пугается, думает, ой, а это просто объем работы, означает, что только надо работать. Люди часто пугаются судьбой. От меня муж уходит. Ну, уходит, это объем работы. Вот потрубись сердцем, он не будет уходить. Он уходит, означает, что ваша нить, вот связь грязная, плохая. Некоторые говорят, ну, все, значит, все. Все, значит. Как этот анекдот. Бабушка пришла к врачу, говорит, я что-то не мочусь. Он говорит, вам сколько лет? 80. Ну, все, кончилось сначала. Все, бабушка, идите домой. Вот. Так люди часто воспринимают события, понимаете? У меня с ребенком не клеится отношение. Мне подходит, вот записки пишут, Олег Геннадьевич, у меня с ребенком плохие отношения, не клеится отношение. Ну, нормально это объем работы. Вот кухня грязная. Олег Геннадьевич, у меня кухня грязная. Я говорю, ну, хорошо, помойте. Ну, вы не представляете, она очень грязная. Я говорю, ну, побольше помойте. Ну, нет, она вообще грязная. Ну, хорошо, помойте еще больше. Нет, Олег Геннадьевич, она невыносимо грязная. Ну, хорошо, туда гранату бросьте и взорвите ее тогда. Ну, что я могу сказать? Люди, у меня такие отношения с сыном. Я говорю, ну, молиться надо. Нет, нет, это молиться, я пробовал, ничего. С сыном отношения не улучшаются, все плохо. Все, Олег Геннадьевич, все, отношения с сыном плохие. Ну, надо работать и очищать эти отношения. Ничего не получается, Олег Геннадьевич, ничего не получается. Ну, возьмите гранату и взорвитесь просто тогда. Что вам еще сказать? Если человек не понимает, что все решается с помощью молитвы, что ему еще можно сказать? А он не понимает только по одной причине, что сердцем трудиться не хочет или не может. У него нет внутренних сил, нет желания. Человек просто ленив в сердце, ленив душой. В этом вся проблема, просто лень души и все. А все исправляется, можно вот молиться и очистить отношения с сыном, они восстановятся. Или вы существуете, что отношения с сыном это какая-то внешняя вещь? Это вот то, что существует внутри, надо просто знать, что это есть, что есть вот эти нити, связывающие людей. Ты молишься, молишься, отношения лучше и лучше становятся, и потом вообще отличные отношения с сыном. И все. Причем можно восстановить с помощью силы внутренней. А чтобы она была, для этого надо опираться на кого-то. Нужно опираться на возвышенного человека, вместе с ним это делать, и у тебя такая же сила появляется внутри. Ты начинаешь сильно это делать. Все. Знаки внутренней жизни ты узнаешь, когда начнешь молитву. Что такое шаманизм? Есть люди, которые чувствуют тонкий мир. Так они себя называют, он важен. В разных странах по-разному. Люди, они могут с помощью молитвы, отношения с природой, могут победить злую судьбу с помощью аскезы своей, взаимодействия с природой. Если, допустим, я могу поднять компьютер и вытащить отсюда. Это нормальное явление, да, в седу? Ну, взял, понес компьютер. Никто не удивляется. А если я взял и понес мысль? Мысль она тоже имеет материя. Это материя, только тонкая материя. Можно воздействовать на мысль. Ну, как, опять же, с помощью разума, с помощью молитвы, воздействия какого-то звуков. Вот и все, вот весь шаманизм. Просто взял, воздействуешь на мысли, меняешь их, природу, все. Они уходят. Но так как вы не понимаете, что мысли живые, материальные, что они тоже материи, поэтому вам скажет, что чудо. Что это такое, а кого это чудо? Никакого чуда нет. Вот вчера на лекции, в конце лекции был чистейший шаманизм. Я включил голос святого человека, мы начали повторять, я желаю всем счастья. Кому стало спокойно, поднимите руку. Это значит, не трава взявалась, ваша плохая карма. Поднимите руку, кто почувствовал силу в сердце. Это значит, что вы уже прорвались вперед. А кто почувствовал, что вы получили знание, как решить какую-то проблему серьезную. Поднимите руку. А это еще больше движение вперед. Это значит, что вы вообще конкретно продвинулись. Победили судьбу уже в каком-то аспекте. Знание означает победа. Вот и все. Вчера был шаманизм. Но если, ага, так вы шаман, Олег Геннадьевич? Не надо из этого делать облако пыли. Это то, что вы можете делать каждый день. Можно из всего сделать облако пыли, затуманить мозги себе, другим. Я могу тоже сам вам так это сделать. Все, открываюсь. Открываю карту. Плывите просто по течению. Закройте глаза, плывите по течению. Сейчас будем рассасывать рубашки, пуговицы на рубашках, швы. Все, что есть, сейчас будем рассасывать. Открываю вам карту. Я на самом деле вот такой человек великий. Я просто делаю вид кандидата наука. На самом деле я кто? Я вот тут чувак, настоящий чувак. Простите. Вот это вооружение. Ну зачем это все? Зачем это цирк? Есть просто, ну, есть тонкая материя, на нее можно действовать с помощью звука. Это наука тоже, она просто, ну, пока не раскрыта. Мало кто знает об этом, но здесь нет ничего удивительного, что люди в результате, они того, что создают различные звуки, вибрации, они влияют на здоровье человека, потому что психика же управляет здоровьем. Они влияют на психику и управляют здоровьем. Это с древней культурой было известно все. С древних времен было все известно. Не надо из этого делать цирк. Там, садитесь, сейчас будем рассасывать швы на рубашку. Зачем это все? Не надо цирк делать из натуральных, естественных вещей. Никто же не удивляется тому, что человек может великолепно и виртуозно играть на пианино. Ну, это тоже то же самое, очень трудно выучиться. Это тоже тонкие психические функции, видеть звуки эти все. из них мелодию одну делать. Тоже очень сложно. Все то же самое. У меня к вам вопрос. Кому не понравилось, что вчера много песен было? Поднимите, честно руки. А кому сильно понравилось? Ну, хорошо, три человека не понравилось, будем меньше песен делать. Как отличить голос разума и голос ума? Хороший вопрос. Есть голос разума, есть голос ума. Как отличить? Рассказываю анекдот. Ну, чтобы немножко, как бы, расслабиться. Итак, ковбой, как бы, попал в плен к индейцам. Детский анекдот. С первым классом я уже знал. Ему внутренний голос, он говорит, как же мне, что же мне делать? А неужели все? Неужели я погиб? И ему внутренний голос говорит, нет, пока еще не все. А что, как бы, нужно сделать? Ну, говорит, как бы, ты смотри сначала, что с тобой будут делать? Вот, видишь, сейчас тебя привязывают к дереву. Ну, привязали к дереву. Ну, а что теперь-то делать? Говорит, ну, вот, позови вот этого, вон, с самым большим перьями. Ну, позвал. Ну, теперь плюнем в лицо. Плюну. Ну, вот, теперь все. Еще не все, как бы, но теперь все. Ну, типа, внутренний голос подвел, да? Получается. Вот. Так бывает, конечно. Сейчас я вам расскажу. Во-первых, надо понять такую вещь, что внутренний голос или голос разума, он вообще недоступен. для человека в обычной ситуации недоступен. Почему? Потому что в основном, если нас, у нас что-то внутри нас куда-то тянет, это не голос разума. Это никогда не голос разума. Даже не надо различать. Это всегда голос ума и означает голос судьбы. Вот этот голос, который нас ведет под откос. Каждое желание, которое человек имеет, оно всегда, вот сильное желание, если есть, оно всегда является испытанием. Вот, допустим, девушка, хочу замуж, хочу замуж, это голос ума или голос разума? Ума. Но он тоже нужен, потому что, как время приходит, понимаете, время действует на человека и выводит снаружи какие-то желания. Вот, допустим, представьте, как бы трехлетняя девочка, она будет хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж. Ну, рановато, да? Возраст еще, время еще не пришло. Еще время не пришло, организм не развился для того, чтобы хочу замуж, хочу замуж. Но я хочу писать, хочу какать, как бы, раз вовремя, три годика, когда хочу кушать, писать, какать. Хочу, какой-то всегда есть у человека, человек живой. У него есть хочу. Время меняется, разное хочу. То было одно хочу, теперь другое, теперь третье, пятое. И как бы уже бабушке 70 лет, то она уже другое у нее хочу. Хочу отдыха, покоя, не хочу никого видеть. Устала от всех. Вот, но если бабушка в 70 лет, как бы, себе натягивает кожу на уши, как бы, делает короткую юбку, лезет на сцену и там поет, что девочка, которая поет, это уже значит, какие-то трудности. Девочка, которая поет 70 лет, это уже трудности, значит, какие-то у человека. Это означает, тоже разум работает неправильно. То есть, время действует на человека, выводит наружу какие-то желания. И все эти желания не являются голосом разума. Все, что связано с временем и нашей судьбой, это голос ума. Он тоже нужен, потому что, если ты будешь говорить, нет, нет, этот голос ума, меня не волнует ничего. Во-первых, ты не сможешь отказаться, если тебе голос говорит, иди замуж, тебе пора замуж, это важно знать. Потому что, даже девушки, женщины, некоторые, постоянно у них сердце, хочу ребенка. Это голос разума или ума? Это голос ума, но это важно знать, потому что, именно когда вот этот голос ума говорит, хочу ребенка, значит, в это время гормональные функции хорошо работают и вынашивать ребенка будет легче. А если женщина в какой-то момент остыла к этой идее, значит, у ней неблагоприятный период в это время. И не надо здесь думать о том, допустим, думать о том, есть у вас квартира, нет денег, хватает или нет, вынашивать ребенка. Надо просто зачинать, когда вот пришло время. Женщина чувствует, что ей надо сейчас ребенка. Это хорошее время благоприятное, если она замужем, тогда надо это делать. Видите, здесь не надо голос разума слушать для того, чтобы понять ситуацию. Надо просто знать некоторые вещи, что, например, если девушка хочет замуж, самое время, значит. Она хочет ребенка, тоже важно. Хочешь кушать, надо кушать. Вот я хочу кушать, это голос разума или ума? Это голос ума, но не надо пронебрегать этим голосом, потому что, если ты хочешь кушать, значит, надо кушать. Хочешь замуж, значит, веди себя так, чтобы выйти замуж. Ну, то есть, сама по себе идея хорошая, но правильно к ней надо относиться. Если ты хочешь кушать, не надо кушать все подряд, надо знать, что кушать, что не кушать, иначе будешь болеть. И надо знать, когда кушать, если вовремя, допустим, не вовремя, надо все это изучать, иначе опять будешь болеть. Как же отличить голос ума от голоса разума? В обычной ситуации у человека не возникает голос разума. Голос разума возникает в результате молитвы. Он имеет спокойную, сильную природу, потрясляющую. Когда ты молишься, молишься, сначала в сердце возникает спокойствие, потом возникает внутренняя сила, и на фоне этой силы ты осознаешь, как правильно поступать, и обычно это горький вкус, а не сладкий. И на фоне силы тебе говорит Бог, вот правда вот такая, но она вот такая, потому что ты не справляешься с тем, что у тебя есть, и тебе кажется, что она другая. Ну, допустим, ты хочешь развестись с человеком, ты молишься, молишься, и правда тебе говорит, что да, действительно у него есть недостатки у этого человека, не больше, чем у тебя, и разводиться вам не надо, потому что если ты разведешься, то потом 5 лет будешь одна. Это сладкий вкус или горький? Сладкий? Горький. 100% для всех горьких. 5 лет это не так много. Да вы что, моя хорошая, я 5 лет немного. Да? Да? А кто сказал, что более достойно? Вот именно, что никто не сказал, есть другое знание, что женщина, она получает максимальное благочестие для встретить кого-то с самого начала, чем она моложе, тем больше благочестие встретить. Тем больше она бросает людей, тем меньше шансов встретить. Когда человек кого-то бросает, вообще у женщины бросает кого-то, у него вообще сердце холодным становится. Потому что и у женщины есть два типа красоты. Один тип красоты исходит от тела, привлекает тех, кто хочет сексом заниматься. Второй тип красоты исходит из сердца, привлекает тех, кто хочет создать семью. Этот тип красоты, который исходит из сердца, он не всегда исходит у женщин периодами. Есть хорошие периоды, есть плохие. И больше того, если женщина бросает, она вообще никогда этот тип энергии оттуда не выходит. Для того, чтобы он оттуда вышел, нужно раскаиваться сначала серьезно в том, что ты сделал, а потом уже теплое сердце пойдет. Ну и? Ну, понимаете, Бог же ваше отношение создал с одним человеком. Он надеялся на эти отношения. Вы взяли, как бы их предали. Какое там будет тепло, там будет холод. А вы просто попробуйте почувствовать себя родственником этого человека. Он близок к тебе. Не балдеться нему, что он близкий, родной. Сердце теплым становится. Бог дает возможность новое отношение в их. Понимаете, Бог, он не такой, что он типа, вот все, сейчас я вас всех тут покоцаю, вы совершили грех. Как бы, он наказывает человека. Если человек в молитве находится, раскаивается, он получает прощение, ему дается возможность опять жить дальше в новых отношениях. Нет такого, что наказание всю жизнь длится. Но также нет такого, что все сходит с рук. Можно полностью уничтожить, да. Но осадочек все равно останется. Знаете, когда один этот осадочек остался, да? Вот это хорошее ведут еврейский. Это важно знать тоже, что получил пятно на репутацию, Бог уже знает об этом. Как же отличить голос разума от голос ума? Не мучайтесь. Есть три проявления голоса разума. Всего три. Первое проявление для обычных людей. Это наставник, старший. Второе проявление это священное писание. И третье проявление это просто добрые люди. Добрые люди, которые не подлизывают тебе одно место, а просто говорят тебе правду. И все. Добрые люди не означают льстивый. Потому что есть подружки, они говорят, да, молодец, молодец, да, ты правильно поступил, он такой негодяй, красавица его. Это не добрые люди. Добрые люди, это когда тебе просто говорят, как есть все. Это хорошие настоящие друзья, они немножко горькие сначала на вкус, потом сладкие, если ты делаешь все правильно. Олег Геннадьевич немножко горьковатым сегодня стал, да, такой. Зачем такие вещи говорить? Песни были, танцы, и сегодня что-то не то. Правда, она горький вкус или нет? Большинство людей не хочет знать правду, нет желания знать правду, хочется жить легче. Нет желания правды и хочется жить легче. Но легче без правды жить невозможно. Ведо объясняет, что есть три силы. Есть невежество, означает ложь. Есть страсть, означает сначала сладкий вкус, потом горький. То есть сначала сладкий обман, потом горькая правда. Есть благость, сначала горькая правда, потом сладкий обман. Если люди встречаются, начинают сразу балдеть, наслаждаются друг другом. Это называется страсть, потом горький вкус. Сначала балдеет, потом горький вкус. Другой вариант, люди не сближаются слишком сильно, они пытаются друг друга понять, разобраться друг в друге. Какое-то время они строят отношения, может быть год, они не женятся, просто общаются. Горький вкус сначала, тяжело, потом всю жизнь сладко. А невежество, это вообще как бы, это просто погулял, потом и как бы, как это, стенька разит, что ли там песня, и как бы и воду ее бросает. Нагулялся там, нажрался как свинья, и взял ее, выбросил просто в волгу. Вот песня про это. А невежество означает уже, это вообще просто жесть. Поймите, что голос разума не работает изнутри до тех пор, пока ты не способен утвердиться в молитве, стать очень сильной личностью, способной наблюдать за своей судьбой сверху. Люди очень сильно зависят от своей судьбы, они находятся в рабстве. Точнее, есть три категории людей. Первая категория, люди вообще боятся своей судьбы. Они боятся даже посмотреть в глаза своей жизни. Они боятся признаться себе в том, что происходит. Потому что это очень тяжесть в сердце вызывает девушка. Тяжесть в сердце возникла у вас. И это хорошо. Это хорошо. Вскрылась проблема. Вскрылась. Мы ее уберем обязательно. Да не отглядывайте себя провасково. Конечно. Мы говорим про шоковое состояние. Когда человек в шоке находится, он как оголенный шнур. Его надо просто успокаивать. Это не означает ложь, это означает просто доброта. Например, человек находится, у него рак четвертой степени, он не готов слышать. Надо сказать, это тяжелая болезнь, но как бы можно вылечить. Человека надо успокоить, чтобы он лечился. Если ему сказать, что рак, он ляжет, вот так умирать ляжет. И все, зачем? Ведь живет еще. Зачем человека раньше времени гробить? Надо рассчитать, надо посмотреть. То есть, надо говорить правду. Вопрос, какое количество? Если я вам сейчас всю правду расскажу, вообще из зала даже не выйдете. Правда, тяжелый вкус обидит, она тяжелая. Штука, правда, тяжелая штука. Ее можно сказать столько, сколько человек может выдержать. Девушка, она напряглась, но выдержалась, смотрю, улыбается уже. Нормально все. Молодец, крепкая. Я вам все конкретно сказал. Просто мы поняли только это вместе с вами вдвоем все. Больше никто не понял. Я так умею. У меня был такой случай, но я не помню этого. Вот такая есть история. Одна женщина, она мне задавала в уме вопросы, а я на них отвечал тут же. Поднимите руку, кого вчера так на лекции было? Ну, несколько часов было. Я тут ни при чем. Ну, там вообще была смешная ситуация. Я, как бы, она мне задавала в уме вопросы, я на них отвечал. А потом она поднимает руку меня спросить. Я ей говорю, а что вы поднимаете руку? Я так целую лекцию на ваши вопросы отвечаю. Я не помню этой ситуации, честно, вообще. Я не знаю, что это такое было, но вот так Бог с ней поступил, так интересно. Человек может быть инструментом в руках Бога, сам не понимать, как он делает это. Так, иногда действует судьба. Но смешная ситуация. А вообще, если люди говорят на возвышенные темы, Господь присутствует в этих беседах, Он может сам скрывать что-то в сердце, давать человеку знания через сердце, через такие беседы. Вот, например, кому из вас я во сне что-то говорил, советы давал поднимите? Вот, видите, сколько человек. Я этим не занимался. Я вам точно говорю на 100%. Это есть такое понятие сверхдуша. Я сейчас объясню, это очень важно. Человек, это душа, маленькая частичка Бога. Но у каждого человека присутствует голос совести внутри или представительство Бога в сердце. У каждого человека есть правда. То есть, правда, это не наша вещь, это не моя штука, как говорят, у каждого своя правда. Это не моя правда принадлежит Богу. И Господь, Он присутствует в сердце, понимаете, Он через старших скрывает знания, то есть, Он может инициировать вот этот сон, как будто старший тебе что-то говорит. На самом деле, Господь из сердца так общается с нами. Он не появляется непосредственно, но Он дает нам знания через старших. И мы постоянно с Ним общаемся. Вот, допустим, если вы, допустим, была ситуация такая, вы, допустим, где-то в отчаянии, в одиночестве крикнули, я больше не могу так жить, сколько может это продолжаться? Поднимите руку, у кого такое было? Вы с кем, кому кричали-то? Никого же не было. А кричать никому невозможно. Значит, вы общались с Богом в это время. Вам ответил Бог, сколько еще или нет? Девушка, вам ответил Бог? Нет? Нет? А мне ответил. Все зависит от искренности вашего крика. Я в детстве очень сильно страдал, но у родителей очень тяжелые отношения были, я очень страдал сильно. Я просто не выдерживал и разок я побежал просто, там у нас город строился, было большое поле, после дома, там лес, это зима была, я по снегу побежал, побежал, мне там было сколько лет, 12, наверное, бежал, 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 потом упал в снег, там плакал, потом встал, вот так руки поднял вверх. И я вот не понимаю, как я вообще это сделал, я не понимаю вообще, но я вот так вскрикнул в небо, хотя я не знал, что есть Бог, почему-то в небо я поднял голову в небо и закричал. Я буду страдать до 28 лет, а потом я получу знание, как жить правильно и буду счастлив. И пошел спокойно назад уже, все, не плакал. Так произошло, 28 лет я встретил в логическое знание, у меня вся жизнь перевернулась, я начал уже, ну я и до этого изучал, но вот именно твердость, такая внутренняя уверенность появилась в это время. Знание из сердца пришло, я его выкрикнул еще, чтобы лучше как бы в нем разобраться. Если вы твердо настроены по отношению к своему сердцу, вы задаете вопрос, сколько еще это может продолжаться, ну послушайте, там может быть ответ внутри. Нереально может быть ответ, потому что Богу все известно, он в виде сверхдуши или совести находится внутри нас и счастье человек понимает и получает от него. Если человек получает, совершает правильные поступки и сердце счастье выходит. Если неправильно, и сердце угрызение совести выходит. Но есть еще такое понятие как балдеж. Понимаете, счастье отличается от балдежа тем, что когда человек испытывает счастье, оно сопровождается знанием. А когда человек испытывает балдеж, это сопровождается затуманиванием головы. А я и в глазах туман, кружится голова. Едва стою на ногах, но я ведь не пьяна. Когда человек затуманивает свое сознание, то это не счастье, это просто балдеж. Счастье настоящее, возвышенное чувство очень, оно сопровождается просветлением мозгов. Человек начинает чувствовать жизнь, как она должна течь. Таким образом, голос ума, это голос наших желаний, голос разума, это голос старшего, голос священных писаний, это также голос молитвы. Голос разума трудно достижим. Человек не может предвидеть ситуацию правильно, если он не молится. Это само по себе возникает очень редко, когда знание приходит само по себе очень редко. На фоне тяжелого труда сердца и неожиданного решения внутреннего, когда ты вопреки классическому поведению ненавидит человека, который тебе приносит беспокойство, ты ему начинаешь неожиданно прощать, начинаешь поднимать его точку зрения, это значит ты приближаешься к победе. Вы можете спросить, а когда не надо прощать того, кто тебя обижает? А прощать надо всегда того, кто тебя обижает, всегда, во всех случаях жизни. Но если человек уполномочен наказать того, кто сделал неправильно, это также хорошо. Если ты простил и еще наказал, в этом нет проблем. Просто люди часто одно с другим путают, они думают, что если ты простил, наказывать не надо. Если мать, допустим, у нее сын не хочет учиться, она его простила, она имеет теперь право его наказывать, если она простила или нет? Так вот, теперь она и должна его наказывать, потому что когда она его простила, наказание приведет его к осознанию, у него разума больше будет. А если она его наказала, когда не простила, то ему будет только хуже от этого. Если она в злобе его наказала, ему будет хуже. А если она простила сначала, помолилась, простила, приняла свою судьбу и потом его наказала, тогда ему будет лучше. Поэтому одно другому не мешает, ты можешь простить человека и наказать после этого. Как один человек ко мне подходит, мне должен человек крупную сумму. Что мне делать, простить его или взять деньги, потом пытаться забрать деньги. Одно другому не мешает. И к оборот будет хорошо. Надо позвонить ему и сказать, когда ты просил, да все нормально, не волнуйся, отдавай пять тысяч в месяц. Ну там, я не знаю, поскольку он может отдавать, он хоть сколько будет отдавать, и все, он будет лучше становиться. Если он отдает деньги, значит он восстанавливается, он становится нормальным человеком. А тот человек, который не делает этого, он деградирует. На нем копится груз судьбы. Так надо ему облегчить жизнь, помочь ему, пускай понемножку отдает. Понимаете? А если ты хочешь сразу много, значит вообще ничего не получишь. Обычно так и бывает. А сурья намаскар. Лучше делать утром. Ну если все зависит от того, что вы хотите. Если вы кланетесь солнцу для того, чтобы иммунитет повысился, радость увеличилась, тонус жизни, тогда утром вечернее солнце не предназначено для того, чтобы с ним уметь делать. Это луна вечером восходит, надо ей клавиться. утром. то есть утром. Солнце самое лучше утром. А наш инструктор по йоге сказал, ну я хожу по вечерам. Ну наверное ему просто он не может по утрам делать. Вас не соберешь утром, он вам вечером преподает сурья намаскар. Будьте практичными. А вечером правда лучше чандра намаскар, то есть с луной контактей. Не огрубляет ли женщина занятие йогой? Нет. Занятие йогой для всех одинаковое. Меня например не ужесточает не этот йога это не мужская практика это общая и женская мужская. Статические упражнения укрепляют психику человека. Вообще знаете если человек просто в неподвижное положение встал он начинает побеждать судьбу. Знаете об этом? Человек просто стоит вот так неподвижно. Есть такая практика у православных ночное обдение. Я когда приходил в храм изучал мне сказали надо стоять неподвижно иначе ты не выстоишь вообще. Надо всю ночь стоять неподвижно. Я начал стоять ночью смотрю и у меня все тело текло я не двигаюсь я говорю а если тело текло ничего стоять неподвижно дальше. Я стою потом бац легкая свежая пошла и все я начал чувствовать что я побеждаю судьбу а люди падали прям там раз упал человек почему потому что он устает спать хочется и все но он переминается у него нет концентрации если стоишь неподвижно то начинает увеличиваться концентрация внутри а если ты еще молишься в это время то эта молитва она прочищает все каналы получается гармония ты с одной стороны неподвижно стоишь а с другой стороны ты молитвой очищаешь все каналы и омолаживание происходит для того чтобы быть здоровым достаточно просто сесть в какое-то положение тела и сидеть неподвижно в нем в молитве каналы тонкие сначала тело затекает потом начинает ломота и потом раз очистили а всех по-разному но это такая серьезная практика эта практика требует очень сильного позитивизма и очень сильного контакта с молитвой если ты уже научился слушать возвышенного человека вместе молиться то неподвижное положение тела оно способствует победе победе человека в судьбе ну допустим вот смотрите от вас уходит муж это что такое это препятствие в жизни которое вызывает очень сильную психическую боль психическая боль это просто объем работы которой ты не терпишь это все равно что тебе штангой придавило штангу же можно поднимать а иногда ей придавливать человека потому что он чувствует боль человек штангу поднимает ничего не чувствует он поднял и все та же самая штанга может его придавить все зависит от того насколько ты способен концентрацию иметь на то чтобы преодолевать это препятствие если человек сосредоточился на вот уходе мужа но не имеет никакой опоры тогда это придавит но если женщина наоборот отстранилась от этой идеи знает что она ее придавливает она взяла начала сосредоточиться на звуке святого человека и почувствовала спокойствие здесь не надо проверять ничего ой мне спокойно может я о мужа подумаю не надо думать о мужа в это время если вы смогли отвлечься супер значит что молитва начала побеждать вашу судьбу дальше замрите неподвижное положение встать и начинайте глубже слушать голос молитву продолжать в этот момент если вы все правильно будете делать он сам придет ваше сердце муж который уходит объем работы сам придет ваше сердце но именно в том количестве которое вы можете переварить потом когда вы это количество перевариваете новый пласт работы вскрывается это все через память происходит то вы вспоминаете мужа в более тяжелом ракурсе и чувствуете так я же уже почти его вернуло и тут бац новый пласт что оказывается не вернуло еще только начал начало вообще этим заниматься человек дальше молится потом еще тяжелее пласт сходит сердце обычно будет три таких круга три-четыре таких круга утяжеления ситуации человек более трезвый и более трезво смотрит на жизнь и потом 20 какой-то момент он начинает чувствовать что уменьшается трудность и как будто через гору перешел дальше уже легче вниз пошел легче столы причем вот время когда ты уже через гору перешел время на тебя играет уже тебе нравится молиться уже у тебя нет такого когда ты скрываешь эти пласты судьбы то кажется что я не хочу больше этим заниматься все не могу сидеть мне надо куда-то убежать человек когда с собой соприкасается его всегда куда-то несет он не может он боится этого всего он не может вообще дальше этим заниматься но надо просто сидеть неподвижно и ждать в какой-то момент раз и ты чувствуешь что как будто все хорошо легко это значит ты перевалил уже через середину а потом придет время и ты будешь четко знать что делать даже как говорить с человеком и так далее так самое главное что будет вера что так ты будешь что делать убежьем понимаете есть два способа жить один способ это просто хватать поверхностную информацию а второй способ это прорабатывать свою жизнь через сердце то есть укреплять свой разум приведу пример один молодой человек подошел ко мне в конце лекции по предназначению человека и говорит Олег Геннадьевич чем мне заниматься по жизни раз вы такой умный скажите мне не знаю я говорю я не скажу потому что все равно толку от этого не будет ты сам должен это понять он говорит я вам верю поэтому толк будет я говорю хорошо говорю сказал ему чем надо заниматься на следующую лекцию приходит я его спрашиваю ты начал в этом направлении двигаться он говорит нет не начал я говорю почему он я пошел он говорит я пошел пошел так иду так уверен убежден думаю вот здорово Олег Геннадьевич мне сказал мою природу чем мне теперь заниматься и в какой-то момент я такой а вдруг Олег Геннадьевич ошибся а мне же работу надо менять там и все прочее столько изменений в жизни надо делать Олег Геннадьевич просто ошибся и все вот как вчера женщина не отгадал все и сказал девушке я ошибся а вдруг он мне так ошибся и все и а я-то и работу бросил и все это зачем мне это надо я не стал менять ничего я говорю вот поэтому я не хотел переиграть он говорит но я все равно не понимаю хорошо я говорю сейчас поймешь ты женатый? он говорит нет девушка рядом сел а вы женатая девушка? она говорит нет я говорю все вы вместе видите вас бог соединил будете мужем и женой девушка говорит я не согласен парень говорит я тоже не согласен нет видите есть вещи которые надо решать самому своим сердцем невозможно человеку сказать ты женись на том человеке у тебя такое предназначение это все не работает или Олег Геннадьевич какая у меня вера тоже классический пример такой какая у меня вера я говорю в смысле ну скажите вот какая у меня должна быть вера у меня будет такая вера я говорю хорошо если я сейчас скажу вам вашего мужа вы вылетели за него замуж? наверное нет я мужа должна сама найти я говорю мужа находит сейчас на 5 лет а веру-то находит на вечность не на одну жизнь я говорю так может вам лучше веру тоже самой себе найти это поважнее чем мужа найти вот а нам до нее дошло ну то есть понимаете есть вещи которые человек должен понять сам это означает реализованное знание таким образом видите существует 3 стадии познания мира первая стадия это просто информация на которой все находятся люди просто читают книжки слушают радио и думают я говорю я все знаю как допустим почему вам песни то не нравились вчера потому что если бы с верой слушали вы бы получили мое реализованное знание по поводу этих песен там находится в ней глубокий смысл это не просто песни это ключи к вере есть такое понятие ключ к вере он всегда через эмоции идет но допустим если Марк Бернес он воевал он знает что такое верю в тебя дорогую подругу если ты внимательно слушаешь у тебя тоже такая вера приходит в сердце ты знаешь что верность в семье спасает от опасности все вот этот ключ к этой теме получаешь знание реализованное в сердце а без песни это невозможно получить для этого нужен носитель знания это через эмоции передается поэтому во всех храмах люди и поют почему они там поют чтобы это передавалось и только через эмоции разум открывается глубоко в сердце понимаете ну я не против мне понравилось мне понравилось я просто я вам говорю обратную связь что это нужно эти песни нужны для того чтобы глубже понять то есть первый уровень восприятия это просто человек ну ознакомился с этой информацией этот уровень восприятия не дает ничего вообще он дает только иллюзию что ты это знаешь и все это вообще бредный способ воспринимать мир потому что ты уверен что ты это знаешь и ты ничего не знаешь потому что знание означает желание поменять свою жизнь допустим если ты узнал что надо рано вставать это значит что у тебя есть сильное желание завтра рано встать оно сопровождается вдохновением и у тебя и у тебя даже нет сна полутром ты не можешь заснуть потому что тебе надо вставать у тебя такое сильное вдохновение это значит что ты получил знание это первый уровень ну самый примитивный означает просто ознакомился рано вставать хорошо где доказательства все видите нужны доказательства первые второбием знания человек чувствует что это правда но силы это делать нет это значит что знание коснулось разумом же все оно коснуло разум вступло разум он почувствовал что там счастье есть уже почувствовал счастье есть все классно но делать так не могу это второй уровень знаний И третий уровень знаний — это когда человек уже с помощью работы над собой обретает полное знание этого объекта. И он видит цель, но не видит препятствий уже все. Он реально способен победить судьбу. Как вы думаете, какой самый тяжелый уровень? Первый, второй или третий? Те, кто скажет, они знают, они работали. Первый тяжелый? Второй тяжелый самый. Первый не тяжелый, потому что, как бы, что тяжелого-то? Тебя ничего не волнует? И так все нормально. Не были мы ни в таком стоите, нас здесь неплохо кормят. Что там тяжелого? Человек не врубается просто, и все. На втором уровне врубился, понимаете? Его торкнуло в сердце. Бросать мужа нельзя, оказывается. Значит, потом надо раскаиваться долго. Еще неизвестно, что дальше будет. Его торкнуло, а он уже бросил. Понимаете, уже произошло, событие произошло. И надо трудиться уже. А третий уровень тоже не тяжелый, потому что ты уже все. Если ты уже способен сделать что-то, тебе уже не надо напрягаться, потому что ты уже все сделал. Если человек, вот допустим, он хочет бросить пить. Прочитал, пить вредно. Но вредно, вредно, пьем дальше. Поэтому на пачках и написано сигарет. Курение вредно для здоровья. Они на первом уровне просто будоражат людей. Они их вводят в состояние антагонизма сознания. Понимаете? Потому что, когда объем работы в сердце есть, и человек чувствует его, он находится на первом уровне, он на зло в раку бьет. Или курит. На зло в раку, понимаете? Чтобы как бы показать, что мне по барабану. И все. Потому что у него есть привычка, а объем работы ему неизвестен. Он не знает, что значит вредно. На втором уровне человек чувствует, что он уже знает, что он помрет от сигареты. Но у него нет сил. И он страдает, мучается. Начинает молитву что-то делать. Ему тяжело очень. И в это время еще непонятно, то ли курит, то ли не курит. Но как вы думаете, на этой стаде курит или не курит? Кто считает не курить, поднимите руку. Ну вот вы неправильно считаете. Значит, вы не верите в процесс. Во-первых, вы не сможете не курить. Если бы вы смогли, вы бы уже не курили. Я понимаю, я не про вас говорю. Вообще говорю про метод. Знаете, когда человек находится на втором уровне, он не может не курить. Потому что, если человек курит, значит, есть сила, которая заставляет его это делать. Правила такие. Человек должен верить не в свои силы, а в знания. Допустим, я курю. Ну, ничего страшного. Я начинаю пытаться жить правильно. Молиться пытаюсь. Пытаюсь правильный образ жизни установить. И во время молитвы я пытаюсь становиться сильнее. Что дальше происходит? Чем я становлюсь сильнее, тем больше счастья внутри, тем меньше хочется курить. Понимаете, самый правильный вариант, это когда человек вообще не замечает, как он бросил. Вот поднимите руку, кто начал работать над собой и не заметил, как бросил курить. Вот это самый правильный вариант решения вопросов. Самый правильный. Потому что человек вообще не парится. Он просто работает над собой, когда у него счастья становится больше, чем счастье, которое идет от сигареты. Сигарета отваливается. Все. Вот и вся проблема. Некоторые думают, так я тогда в любой момент вам просить. Нет, мои хорошие. Это как раз и есть вот этот первый уровень. На котором человек сам себя оправдывает всегда. Нужна молитва. Если человек не погружается во внутреннюю жизнь, он ничего своей жизни не изменит никогда. Это просто самообман. Все. Я хотел бы также вам объяснить. Вы поняли, что три уровня есть познания мира? Есть ментальный, умственный уровень, когда человек просто приобретает информацию, он бесполезный. Эта информация зашлаковывается в голове и делает из нее просто бардачок. Там все хранится, ничего не используется, и человек с ума сходит от этой информации. У него там противоречия в голове возникают от этой информации уже. Один сказал так, другой сказал так. Он не знает, что с этим делать. Второй уровень самый тяжелый. Когда человек отрезвел, жизнь стала тяжелее. Но жизнь стала прекраснее в это время, потому что счастье-то идет от знаний. Он чувствует, что все-то тяжеловато, но счастье-то идет от знаний. Если бы так не было, все бы сейчас ушли с лекцией. Чуть-чуть как бы я докапнула, чуть-чуть вправду капнула, и все ушли. Нет, все сидят, слушают дальше. Тяжелее стало, но все равно дышим. Потому что счастье уже пошло, то есть человек чувствует, что жизнь будет лучше, если он все узнает. И третий уровень победа. Вот это самый лучший вообще момент в жизни. Когда человек способен победить свою судьбу с помощью знаний, он все понял. Он еще не бросил курить. Он просто понял, как надо жить правильно. Он стал счастливым от этого. Он забыл про сигареты вообще. Самый лучший воин, это тот воин, который противнику говорит, иди, я тебя отпускаю. Он настолько сильный, что ему не надо с ним сражаться. Он сам уходит с поля боя противника. Понимает, что бесполезно. Сражаться нельзя. А тот благородный говорит, ну иди, я тебя отпускаю. Я не буду с тобой сражаться. Все живы остаются. Человек победил. А тот знает, что бесполезно. Вот это самый лучший вариант. Не надо никого убивать. Если человек уже победил в сердце свою судьбу, у него еще есть привычка курить, но он уже победил. Не надо бросать. Отвалиться самому. Не обращает внимания на эту сигарету. Все. Это означает, что у него очень много счастья внутри стало. Гораздо сильнее, чем было раньше. Вот в этом вся победа заключается. Что человек настолько сильно продвинулся в работе над собой, в развитии разума, что счастья стало очень много. Достаточно, чтобы беспокоиться за свою судьбу. Но для того, чтобы так было, надо еще кое-что познать. Узнать еще кое-что. В нашей цивилизации есть определенный крен, потому что, я новую тему раскрываю сейчас, есть два типа познаний. Один тип познаний называется нисходящий, а второй восходящий. Восходящий тип познания — это клич. Мы не должны ждать милости от природы, взять их у нее, наша задача. Один великий человек сказал. Это клич, понимаете? Восходящий уровень познания означает, что человек — властелин Вселенной. Он как бы все сам может изучить, все, что в этом мире существует. Это хороший метод познания или нет? Хороший? Хороший. Мы изучаем, создаем машины, станки, приборы. У нас есть уверенность. Вот я вижу инфузория, тут только плавает. Все, значит, она есть. Электрические импульсы обнаружили, значит, они есть, мы можем им пользоваться. Сейчас, видите, человек владеет электроэнергией в полной степени на Земле. Вот это результат владения электроэнергией. Видите? Стоит ящик просто, и там мозги внутри. Мозги зашли в ящик с головы. Ну, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, в голове ничего не осталось. Раньше люди хоть считать умели, сейчас уже все. Можно 2-4. Вот, понимаете, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, не очень. Но не важно. Важно то, что этот метод существует, он имеет место быть. Эксперимент дает человеку возможность реализованное знание получить. Если он сам овладел чем-то, почувствовал все, что это есть, значит, он это имеет. Это его оружие для жизни. Но есть одна проблема, которая заключается в том, что люди атрофировались в понимании, что есть еще нисходящий метод познания. Нисходящий — это тот, который мы вообще не понимаем. Представляете, есть нисходящий метод познания. Вот представьте себе, как это происходит. Я сейчас вам объясню. Ну, допустим, Педа объясняет, что есть три способа обретения знания. Первый способ называется «протягши». Означает непосредственное восприятие. Это им пользуется нисходящий метод познания. Ну, допустим, я ученый, я утверждаю, то, что я в эксперименте не проверил, этого не существует. Все. То есть я как бы посмотрел, вот это раз, это существует, а этого не существует. Того, что я не проверил, этого не существует. Непосредственное восприятие произошло, я реально вижу. Как человек говорит, я могу, я могу продать тебе товар, покажи, есть у тебя деньги или нет. Это правильное мышление. Правильное мышление. Если денег нет, что продавать, что писать договор о продаже, если денег нет у человека, надо сначала убедиться, что у него есть деньги. Ну, по крайней мере, если ты не доверяешь в это. А вот это уже другое. Это называется нисходящий. Потому что если человеку президенту по стороне скажет, покажи, деньги у тебя есть, будешь я это продавать или нет, тогда это будет казаться уже странно. Он говорит, ну я имею право, потому что я продаю, я должен знать, есть ли деньги у тебя или нет. Президент страны говорит ему, ты просто поверь, что у меня есть деньги, я уважаемый человек. Он говорит, ну я не могу поверить, ну я покажи деньги, тогда я тебе продам. Видите, это уже означает, что с мозгами проблема. То есть нисходящий метод познания существует. Если, допустим, мама говорит сыну, сынок, вот это твой папа настоящий. Понимаешь, вот это твой настоящий папа, мама говорит. Есть смысл верить или нет? Ну ты хотя бы просто прислушайся, посмотри, похож, не похож. Может в этом есть смысл? А кто еще может сказать в штате, что это твой настоящий папа? Кто еще может сказать? А на адрес ДНК можно его купить просто, это на адрес ДНК. Ну правильно, да, я право это говорю, что только мама может сказать. А кто еще может сказать? Папа может обмануть. Мама это мама, она ближе всего к любому. Ну по папке, конечно, папа и мама могут сказать только. Папа точно может ошибаться, видите? А, молодец. Папа может ошибаться. Ну бывает, конечно, не знаю, если она там как бы... Как это? Муха-цикатуха там. Это вотала, это вотала. Если так уж быстро все понятно, как бы, тогда трудно понять, что происходит. Но это редкий случай. В основном, как бы, мама знает, кто папа. Потому что она почувствовала, что-то произошло. Мама почувствовала. И мама является источником нисходящего метода познания в этом случае. Понятно, да? Она говорит, твой папа вот это. И ребенок должен признать. Сказать, хорошо, мама, я услышал. Если человек является крупным банкиром, то он имеет право сказать, я куплю, заключая договор, у меня есть деньги. Ему должны поверить или нет? Должны поверить, потому что он имеет такую силу, влияние, богатый человек. Так? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok